МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В любом случае они вынуждены будут взять довольно-таки продолжительную оперативную паузу, поскольку в таком составе с таким ресурсом невозможно будет далее наступать. И наоборот, они могут привести к тому, что уже у них может посыпаться линия захваченных территорий. О вероятности нового интенсивного российского наступления рассказал эстонский полковник Янна Мярк. Эти российские силы, конечно, не находятся на том же уровне подготовки и оснащения, как в начале войны. Если посмотреть на живую силу, то, по всей видимости, российские войска способны поддерживать нынешние темпы наступления и, возможно, могут начать наступление на новом направлении. Но оценить вероятность этого довольно сложно. Вместе с тем, для проведения успешных наступательных действий, кроме прочего, нужна хорошая разведка, чего у России нет благодаря украинской противовоздушной обороне. Так, за март силы ПВО уничтожили 326 беспилотников противника, в числе которых больше двух десятков разведывательные. А чтобы компенсировать отсутствие сбитых ранее самолетов А-50, Российская Федерация активно применяет дроны-разведчики. Враг активно использует дроны, как разведывательные, так и ударные. Если за прошедшие сутки мы наблюдали более 200 разведывательных дронов в нашей зоне ответственности на протяженности от Одесской области до Запорожья, в эти сутки было немного меньше. Но враг продолжает разведку, и очевидно, что у него есть потребность компенсировать в воздухе А-50. Именно таким образом. Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины. В эфире марафона «Едыни новыны». Тем временем украинские силы в одном из временно оккупированных населенных пунктов установили украинский флаг. Бойцы отметили, что таким образом продолжают напоминать захватчикам, что они находятся на чужой земле. Общие потери армии России с 24 февраля 2022 года превысили 442 880 военных. За прошедшие сутки ликвидировано 710 российских оккупантов. Вместе с личным составом украинские военные уничтожают и технику противника. ВСУ подбили 20 танков, 17 боевых бронированных машин, 32 артиллерийских системы, одно средство ПВО. Кроме этого, под прицел украинских военных попали 26 беспилотников, 9 ракет и 38 единиц автомобильной, спецтехники и цистерн с топливом.